Привет, меня зовут Александр Целезнёв, вы смотрите программу Сладкие Истории. Сегодня я не буду печь пироги и готовить торты. Сегодня я буду делать бублики. А вы знаете, как появляются в бубликах дырка? Нет? Я вам сейчас расскажу. На самом деле бублики делают специальные бубличные машины. Я вам сегодня покажу, как это сделать в домашних условиях, и у нас получится не хуже, чем в магазине. Ну а подавать бублики я буду с клюквенным морсом. Поэтому смотрите, следите и записывайте. Для того, чтобы приготовить бублики, я беру два пакетика быстро растворимых дрожжей. Высыпаю их в отдельную ёмкость. Если у вас нет сухих дрожжей, то вы можете их заменить на свежие дрожжи. Затем сюда я добавляю пол чашки молока. Для того, чтобы дрожжи хорошо растворились в молоке, молоко желательно чуть-чуть подогреть. И начинаю перемешивать для того, чтобы дрожжи начали просыпаться. Так как они сухие, они пока спят. Как только мы добавляем молоко, они начинают оживать, и когда они питаются, они начинают делиться. Соответственно, масса теста будет увеличиваться в объеме. Как только дрожжи перемешались в молоке, я добавляю немножко соли. И добавляю 2 чайные ложки сахара. Как вы уже заметили, я не использую весы, потому что многие телевизорители говорят, сделай такие рецепты, чтобы можно было использовать без весов. Поэтому я теперь использую чашки ложки. Перемешиваю сахар, соль. Теперь я добавляю одно яйцо. Перемешиваю одно яйцо и добавляю сюда 2 чашки муки. Муку, как вы уже помните, мы обязательно просеиваем. Это мы не забываем никогда. Как правильно замерить муку? Для этого мы накладываем сюда муку и пальцем ровняем по верхней кромке чашки. Соответственно, здесь муки у нас получается 125 граммов. Я ее просеиваю, чтобы насытить ее кислородом. И выкладываю вторую чашку муки. Добавляю 1 столовую ложку растительного масла. И уже в самом конце добавляем размягченный маргарин. И теперь я приступаю к замешиванию теста. Если на бублике должно быть достаточно густое. Я помню, когда я впервые попробовал бублик. Это было в первом классе. Недалеко от нашего учебного заведения находилась пекарня, на которой пекли булочки, матрушки, всякие рогалики и в том числе бублики. Нам настолько понравилась эта форма, что мы себе купили достаточно много бубликов. И интересное было занятие, когда были маленькие еще ручки, то брали эти бублики и просовывали туда руку. И чем больше ты насадишь на себя бубликов, тем считалось это очень здорово. И поэтому мы с ребятами соревновались, кто больше на руку оденет этих бубликов. Пока шли со школы. Но когда мы уже доходили до дома, соответственно, все бублики уже мы съедали. И, соответственно, дома уже есть никто ничего не хотел. Раньше я думал, что бублик это исконно русское блюдо. Но на самом деле это не так. И чуть позже я вам об этом расскажу. Итак, я беру муку и чуть-чуть подпыляю стол. Для того, чтобы выложить сюда тесто. Тесто нужно замешивать таким образом, чтобы оно легко отходило от стенок посуды. Видите, и миска должна оставаться чистой. Как только тесто легко отходит от стенок, значит оно уже готово. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас из этой колбаски мне нужно сделать 10 ровно одинаковых шариков. Соответственно, я ее разрезаю напополам. Каждую половинку нарезаю на 5 равных частей. Два. Три. Четыре. Пять. Вот у меня получится 10 бубликов. Когда я был в Швейцарии, участвовал в международном конкурсе, швейцарцы меня попросили приготовить какую-нибудь интересную выпечку русскую. И я стал, соответственно, печь бублики. После того, как я их приготовил, они мне сказали, что это не бублики, это бейглы. Я говорю, что значит бейглы? Это наши русские бублики. Оказывается, что наши бублики давно уже делают во всем мире. И везде они называются бейглы. Они делаются с разными начинками. Вот, например, швейцарцы мне рассказали, что они эти бейглы разрезают напополам, потом поджаривают, смазывают сливочным сыром и прокладывают лососем слабосоленым. Вот такая забавная история. Я все-таки на слово им не поверил и решил для себя все-таки узнать до конца, наш этот рецепт или не наш. И выяснил вот что. Как-то давно турки напали на Австрию и почти ее захватили. Тут в дело вмешался польский князь. Он дал туркам отпор. И тогда местный пекель решил испечь в знак победы Австрии и Польши над Турцией стремя. Австрия именно этого польского полководца. И оно было по форме похоже на наш сегодняшний бублик. И если переводить дословно, то Австрия переводится как бейгл. Поэтому иностранцы называют бублики бейглами. А я продолжаю. Значит, я раскатал шарик в жгут. Потом в жгут складываю пополам. И начинаю скручивать вот таким образом. Затем выкладываю на противень и придаю форму бублика. Тесто очень эластичное и послушное. Очень приятно с ним работать. Сворачиваем вот таким образом. Верхнюю часть поднимаем, а нижнюю тремя пальцами прокатываем. Но чтобы они получались, конечно, ровными и аккуратными, для этого нужна машина. Но мы делаем с вами все вручную. Поэтому они у меня немножко похожи на калачи. Если у вас две половинки не склеиваются, можно взять немного воды и смочить. Вот таким образом. И потом тремя пальцами вот скатываем. Так, чтобы не было видно швов. Если получается шов, то желательно положить швом вниз. Тем временем я поставлю воду. Берем 2 литра воды и ставим на плиту. Для того, чтобы вода закипела. Потом бублики постоят у меня 15 минут. Немножко расстоят. И потом я их буду варить в воде. Но чтобы не образовалась корочка, я беру пищевую пленку и накрываю бублики пищевой пленкой. Ставлю их желательно в теплое место на 15 минут. А за это время я приготовлю клюквенный морс. А пока подходят бублики, я займусь приготовлением клюквенного морса. Именно им мне удалось уделить швейцарцев. А почему? Потому что они даже не знали, что такое клюква. Я им объяснял, что клюква, она в основном растет у нас в Сибири. И ее достаточно сложно собирать. Но она растет не только у нас в Сибири. Она также растет в Северной Америке. Еще индейцы знали толк в клюкве. Они считали, что клюква успокаивает нервную систему. А в настоящее время клюкву собирают в Америке следующим образом. Поля клюквенные заливают водой. И так как ягода намного легче воды, то она всплывает. Образуется красный ковер из этих ягод. Так клюкву легче собирать. Вот таким образом в Америке собирают клюкву. А у нас одеваются ртяные носки и идут в поле за клюквой. И так я взял один стакан клюквы. И теперь беру один стакан сахара. Клюква с сахаром один к одному. И ее измельчаем в блендере. До консистенции пюре. И измельчаем. Клюквенный морс у нас будет необычный. А почему необычный? А потому что мы туда будем добавлять еще рябину. После того, как мы измельчили клюкву с сахаром, ее нужно обязательно протереть через сито. Вот такой оригинальный клюквенный морс. Клюквенный сок отставляем в сторону. А тем временем я беру один стакан рябины. И так же выкладываю его в блендер. Вы наверняка знаете, что рябина так же очень полезна. Потому что в ней находится очень и очень много витаминов и минеральных веществ. И так, рябину так же измельчаем блендером. Рябина готова. Теперь я выкладываю ее в клюквенные отжимки. И все это заливаю водой. От воды где-то добавляю примерно 1 литр. Ставлю на плиту. И варю в течение 5-7 минут. Продолжаем делать бублики. В кипящую воду 2 литра я добавляю столовую ложку сахара. И потом буду по одному забрасывать туда бублики. И в течение 1-2 минут буду их там варить. Для того, чтобы образовалась корочка. Она будет очень необычная. Будет блестеть. С бубликами надо быть предельно аккуратными. Брать их очень-очень надо нежно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, бублики я слегка ошпарил, то есть отварил. Теперь мне нужно их смазать слегка подбитым белком с водой. Один белок, добавляю сюда немного водички. И все это подбиваю. Белок не нужно взбивать, как мы с вами делаем на крем или безе, слегка. Затем берем бублики, прям руками. Они получились вот такие. И бросаем их в белок, слегка подбитый. Затем я беру мак. Глазируем бублики в маке. Выкладываем сюда. И таким образом продолжаем делать все бублики. Вот теперь вы наверняка запомните, как легко и просто готовить бублики. Теперь если вас попросят приготовить что-нибудь традиционно русское, то вы скажете, вы умеете готовить бублики. Хоть там и пишут, что турки захватили Австрию, там поляки. На самом деле я считаю, что все-таки это исконно русское блюдо. Что там ни говори. Оставшиеся бублики я буду посыпать кунжутом. Кунжут также называют еще зернами сезам. Поэтому если вы где-то встретите название сезам, то не пугайтесь. Это то же самое, что и кунжут. Ставим бублики в духовку. Время выпечки 25 минут при температуре 200 градусов. Ну а пока выпекаются бублики, я доделаю морс. В клюкву с сахаром я добавляю отвар из рябины с клюквой. Опять-таки через сито это все протираю. Потом перемешиваю рябину, клюкву и сахар. Все это ставлю в холодильник для того, чтобы морс остыл и охладился. И уже в охладенном виде мы будем его подавать к бубликам. Ну вот, бублики с маком и кунжутом готовы. Осталось только разлить клюквенно-рябиновый морс. Я надеюсь, что эти рецепты вы запишите, и они вам в дальнейшем обязательно пригодятся. Ну а я с вами прощаюсь, и до встречи на телеканале Домашний. Субтитры сделал DimaTorzok